Анатолий, я его не тестировал, мы еще не успели с ним встретиться, поэтому будет все, как говорится, по-честному, что и как. Ну вот, положение мышцы, то есть я стабилизирую одной рукой и говорю, пациенту вывожу мышцу, максимально приближая места прикрепления и прошу пациента удерживать, теперь говорю, давите, то есть создается изометрическое напряжение, еще раз давите, один, два, считаем умеет, давите сильнее, мышца сильная. То есть я могу проверить, что она нормотоничная, то есть следующий этап, мышца сильная, она не слабая сразу, то есть я провожу сближение мышечных волокон и мышца, средняя порция дельты, должна ослабнуть, пока она не слабеет. Пациент кладет руку, другую руку на точку К27, мышца толка ослабевает, то есть видите, держим, давите, давите сильнее, ослабевает. То есть эта мышца находится в состоянии гипертонуса, гиперреакции, терапевтическая локализация седативной точки, то есть я давлю на седативную точку меридиана легких, с которой связана дельтовидная мышца, и она у нас не слабеет. То есть пациент находится в состоянии гиперреакции, то есть его конкретно это мышца. Посмотрим с другой стороны, я тестирую мышцы, удерживайте, давите, давите сильнее. Сильная мышца, но какая она? Гипертоничная, гиперреактивная или нормореактивная, трудно сказать. Выполняю то же самое, сближаю мышечные волокна, никакой реакции, ставим сюда, на К27 точку, и давите, и мышца ослабевает. То есть вот под ключицей, где-то в этой зоне, и мышца ослабевает. То есть пациент находится в состоянии гипертонуса, но мне трудно будет его тестировать, поэтому я быстро переведу его в состояние нормотонуса. Надеюсь, что я не буду рассказывать таким образом, но проверим, сработает или нет. Я перевел его на время, он стал, надеюсь, что станет нормотоничным. Видите, мышца задрожала и ответила на сближение мышечных волокон. Если я растяну сухожильные волокна, то мышца также ослабнет. Не будет ослабления, ставьте сюда, на К27 точка не ослабляется мышца, но она будет ослабляться на точку толка, давите, давите сильнее, на седативную точку. То есть здесь вот в ямке локтевой я перекрываю, даже если я не точно это делаю, то я перекрываю всю эту зону, и мышца ослабевает. То есть происходит воздействие на седативный меридиан. То есть теперь, если я хочу протестировать разные зоны, вы видите, на картинке, которую я вам показывал, тестировалось таким образом. Но это, скорее всего, доктор показывал исходную позицию. Я бы тестировал таким образом, потому что пациент физически развит, несмотря на свой возраст, и противодействие происходит достаточно сильно. Вы видите, я отпускаю на второй фазе, давите, я дождался ответа, давите сильнее, и раз-два, и отпускаю руку. Значит, давите, ждете, давите сильнее, ждете 2 секунды и дольше. Если вы затянете свое мышечное тестирование, может быть ложная слабость. Давите, давите сильнее, и вы держите долго, и мышца начинает уставать, и вам кажется, что вы победили, и что вы достигли и обнаружили мышечную слабость. То есть вы должны дождаться, то есть вы должны рукою почувствовать ответ пациента. Пациент начинает движение, он начинает мышечный тест. То есть в исходное положение удержите, давите, и давите сильнее. Отпускаю, идет такой ответ в мышце. Другие положения, то есть мы можем протестировать из этого положения мышцу, связанную с терноклейдом и стоиду, скивательную мышцу. То есть я облокачиваюсь, вывожу в этом положении, прошу пациента толкать голову вперед, толкайте вниз, мышца сильная, поворачиваю, мышца сильная. Не рекомендуется использовать седативные точки или ослаблять мышцы в области шеи, потому что это может вызвать неблагоприятную реакцию со стороны сосудов, вызвать белокружение. Поэтому желательно ее не ослаблять. Но если я ослаблю мышцу, пациент мне позволит, я ее узнаю, толкаю вниз, то мышца ослабевает. Если же с этой стороны ослабим, то есть ближе волокна мышечные, то она тоже ослабна. Еще вот такой вариант вы видели, мышечный тест, верхние трапеции, поднимем голову таким образом, и мы растягиваем, давите, держите, держите сильнее. То есть все, мышца сильная. Положения могут быть в положении лежа, мы можем тестировать, то есть в разных положениях. Теперь, если вернемся к дельтовидной мышце, то если я буду тестировать заднюю порцию дельтовидной мышцы, то я буду тестировать, и у меня будет совпадать ось воздействия с осью и направлением руки пациента, предплечья. Это заль. Мышца тестируется, зальная дельта, давите, давите сильнее, сильно. Проверяю ее так же, давить, давите сильнее. Так, еще раз, давите сильнее, давите сильнее. Хорошо, слабость. То есть мы получили слабость, мышца норматоничная. То есть пациент пришел в гиперреакции всего тела. Я, известно, одним способом его, чтобы была, модель нам помогла помочь. В работе мы его перевели в состояние где-то норматонуса, где-то гипертонуса. И сейчас мы вот будем пояснять. Иван просил показать еще один тест, который вы можете использовать в работе. Это тест, который с тестированием средней ягодичной мышцы. Тестирование средней ягодичной мышцы производится в положении лежа. Мы тестируем в положении наружной ротации и просим пациента выводить ногу в сторону толка. Толкаем справа и слева. Здесь в этом случае, когда мы тестируем на неврологическую слабость, то есть если пациента я попрошу сейчас наклониться в одну сторону и протестируем, то здесь получится, что мы провоцируем сближение грыжи, допустим, изменение положения позвонков, то есть они будут уменьшаться, расстояние в латеральном кармане межпозвонкового пространства, то есть там, где проходит нерв. И просим опять тестировать. И вы видите, что здесь мышцы слабые. То есть у пациента присутствует слабость. То есть здесь это латеральная грыжа может быть. Если я его в противоположном направлении тестирую, эту мышцу, то толкаем, то не происходит. Эта мышца иннервируется тремя нервами. Это четвертый, пятый и крестцовый первый. И это три уровня грыж можно тестировать. Такой, поскольку мышца тремя нервами тестируется, и при компрессии выявляется слабость. Смотрим с противоположной стороны. Толкаем. Нету. То есть у нас есть с правой стороны слабость. Сейчас мы можем определить, какая именно мышца. То есть я прошу пациента наклониться и тестирую его экстензор большого пальца. Он сильный. Опускаем. Я тестирую мышцу перанеос, то есть малоберцовую, кнаружи толкаем. И тестирую. Больше сюда наклониться. И тестирую. Еще могу протестировать икроножную мышцу. Держите себе. И вот это у нас называется, что у пациента в другую сторону. То есть у нас есть специфические мышцы, ассоциированные только с одним уровнем. И есть такие скрининг мышцы. Это средняя ягодичная мышца. Видите, мышца, связанная с поясничным отделом позвоночника, с L5 и S1 грыжей, предположительно, она усилилась, мышца, после изменения положения тела. И как мы говорили о правильном расположении мышц, то при тестировании перанеос, то есть малоберцовой мышцы, я не должен ставить, как я вам говорил, ладонь на ребро. Потому что толкаем, толкаете, я могу создать слабость. Пациенту будет больно. Поэтому я должен тестировать, опускаем в том направлении, то есть с широким захватом, чтобы не создавать локального перенапряжения. И вот тебе, алиспостеревая мышца, я тестирую с расположением своей руки вот таким образом. Вовнутрь толкаете. Туда. То есть проще всего показать пациенту, куда он должен в движении. Если он не понимает, объясните ему, проведите в пассивном положении. Вот мы сейчас попробуем протестировать мышцу в переформе, то есть она не должна быть тестирована в этом положении. Отпускаем. Она тестируется в положении сгибания менее 90 градусов. И просим пациента проводить направление тестирования в том направлении. Ну и опять держите и давите. Мышца сильная. Я могу использовать седативную точку меридиана и тестировать, установить седативную точку меридиана перикарда на изгибе ладони на той же стороне. Тестировать, провожу терапевтическую локализацию этой точки для определения нормы тоничности мышцы. Мышца не слабеет. Если пациент располагает свою руку на зону К27 с той же стороны, и опять мы ему показываем движение, если он не понимает, опустите, и я показываю это движение. Спятка вперед, или пальцы показывают. Давите, и давите. То есть идет ослабление. Если он убирает, мышца сильная. Есть ограничения движения, то есть гипертонус реформис будет приводить к ограничению движения в суставах, и в частности забедренного сустава. Садимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!